Глава седьмая Москва Россия и дочь любима Где равную тебе сыскать? Дмитриев Как не любить родной Москвы? Боротынской Гоненье на Москву Что значит видеть свет? Где ж лучше? Где нас нет? Грибоедов Гонимы вешними лучами С окрестных гор уже снега Сбежали мутными ручьями На потопленные луга Улыбкой ясная природа Сквозь сон встречает утро года Синее блещут небеса Еще прозрачнее леса Как будто пухом зеленеют Пчела за данью полевой Летит из кельи восковой Долины сохнут И пестреют Стада шумят И соловей уж пел В безмолвии ночей Как грустно мне Твое явление Весна Весна Пора любви Какое томное волнение В моей душе В моей крови С каким тяжелым умилением Я наслаждаюсь дуновеньем В лицо мне веющей весны На лоне сельской тишины Или мне чуждо наслажденье И все, что радует, живит Все, что ликует и блестит Наводит скуку и томление На душу мертвую давно И все ей кажется темно Или не радуясь возврату Погибших осенью Листов Мы помним горькую трату Внимая новый шум лесов Или с природой оживленной Сближаем, думаю, смущенной Мы увиданье наших лет Которым возрождения нет Быть может, в мысли нам приходит Средь поэтического сна Иная старая весна И в трепет сердце нам приводит Мечтой о дальней стороне О чудной ночи О луне Вот время Добрые ленивцы Эпикурейцы Мудрецы Вы равнодушные счастливцы Вы школы Левшина Птенцы Вы деревенские приамы И вы чувствительные дамы Весна в деревню вас зовет Пора тепла Цветов Работ Пора гуляний вдохновенных И соблазнительных ночей В поля, друзья Скорей, скорее В каретах Тяжко нагруженных На долгих Или на почтовых Тянитесь Из застав Городских И вы, читатели Благосклонные В своей коляске Выписной Оставьте град Неугомонный Где веселились Вы зимой С моей музой Своенравной Пойдемте слушать Шум дубравный Над безыменную рекой В деревне Где Евгений мой Отшельник Праздный и мнылый Еще недавно Жил зимой В соседстве Таня молодой Моей мечтательницы Милой Но где его Теперь уж нет Где грустный Он оставил след Меж гор Лежащих полукругом Пойдем туда Где ручеек Виясь Бежит Зеленым лугом К реке Сквозь липовый Лесок Там соловей Весны Любовник Всю ночь Поет Цветет шиповник И слышен Говор ключевой Там виден Камень Гробовой В тени Двухсосен Старелых Пришельцу Надпись Говорит Владимир Ленский Здесь Лежит Погибший Рано Смертью Смелых В такой-то Год Таких-то Лет Покойся Юноша Поэт На ветви Сосны Преклоненные Бывал ранний Ветерок Над этой Урной Усмиренной Качал Таинственный Венок Бывало В поздней Досуге Сюда Ходили Две Подруги И на Могиле При луне Обнявшись Плакали Они Но Ныне Памятник Унылый Забыт К нему Привычный След Заглох Венка На ветви Нет Один Под ним Седой Хилый Пастух По-прежнему Поет И Овуфь Бедную Плетет Мой Бедный Ленский Изнывая Недолго Плакала Она Увы Невеста Молодая Своей печали Неверна Другой Увлек Ее Внимание Другой Успел Ее Страдание Любовной Лестью Усыпить Улан Умел Ее Пленить Улан Любим Ее Душою И Вот Уж С Ним Пред Алтарем Она Стыдливо Под Венцом Стоит С Поникшую Главою С Огнем В Потупленных Очах С Врагов С Нем Нем Ненавидеть сердце в ней забилось чаще и сильней. Ее сомнения смущают. Пойду ль вперед, пойду ль назад, его здесь нет, меня не знают. Взгляну на дом, на этот сад. И вот с холма Татьяна сходит, едва дыша, кругом обводит, недоумение полный взор, и входит на пустынный двор. К ней лая кинулись собаки. На крик испуганные я, ребят, дворовая семья, сбежали шумно. Не без драки мальчишки разогнали псов, взяв барышню под свой покров. — Увидеть барский дом нельзя ли? — спросила Таня. — Поскорее к Анисье дети побежали, у ней ключи взять от сеней. Анисье тотчас к ней явилась, и дверь пред ними отворилась. И Таня входит в дом пустой, где жил недавно наш герой. Она глядит. Забытый в зале, ки на бильярде отдыхал, на смятом канапе лежал манежный хлыстик. Таня дали. Старушка ей. А вот камин. Здесь барин сиживал один. Здесь с ним обедовал зимою покойный Ленский наш сосед. Сюда, пожалуйте, за мною. Вот это барский кабинет. Здесь почивал он, кофе и кушал. Приказчика доклады слушал и книжку поутру читал. И старый барин здесь жевал. Со мной бывало в воскресенье, здесь под окном, надев очки, играть изволил в дурачки. Дай бог душе его спасенья, а косточкам его покой в могиле в мать-земле сырой. Татьяна, взором умиленным, вокруг себя на все глядит, и все ей кажется бесценным. Все душу томную живит полумучительной отрадой. И стол с померкшей лампадой, и груда книг, и под окном кровать, покрытая ковром. И вид в окно сквозь сумрак лунный. И этот бледный полусвет, и лорда Байрона портрет, и столбик с куклой чугунной, под шляпой, с пасмурным челом, с руками сжатыми крестом. Татьяна долго в келье модной, как очарованно стоит. Но поздно. Ветер стал холодный, темно в долине. Роща спит над отуманенной рекою. Луна сокрылась за горою. И пилигримки молодой пора, давно пора домой. И Таня, скрыв свое волнение не без того, чтоб не вздохнуть, пускается в обратный путь. Но прежде просит позволения пустынный замок навещать, чтоб книжки здесь одной читать. Татьяна с ключницей простилась за воротами. Через день уж утром рано вновь явилась она в оставленную сень. И в молчаливом кабинете, забыв на время все на свете, осталась, наконец, одна. И долго плакала она. Потом за книги принялась. Сперва ей было не до них, но показался выбор их ей странен. Чтенью предалась Татьяна с жадной душой, и ей открылся мир иной. Хотя мы знаем, что Евгений издавна чтенье разлюбил, однако ж несколько творений он из опала исключил. Певца Геуры и Жуана доснил еще два-три романа, в которых отразился век, и современный человек, изображен довольно верно с его безнравственной душой, себелюбивой и сухой, мечтанью преданной безмерно, с его озлобленным умом, кипящим в действии пустом. Хранили многие страницы отметку резкую ногтей. Глаза внимательной девицы устремлены на них живей. Татьяна видит с трепетанием, какую мыслью, замечанием, бывал Онегин поражен. В чем молча соглашался он. На их полях она встречает черты его карандаша. Везде Онегина душа себя невольно выражает, то кратким словом, то крестом, то вопросительным крючком. И начинает понемногу моя Татьяна понимать, теперь яснее, слава Богу, того, по ком она вздыхать осуждена судьбой властной. Чудак, печальный и опасный, создание ада или небес. Сей ангел, сей надменный бес, что ж он? Уже ли подражанье, ничтожный призрак или еще москвич в горольдовом плаще, чужих причуд истолкованье, слов модных, полный лексикон? Уж не пародия ли он? Уже ли загадку разрешила? Уже ли слово найдено? Часы бегут, она забыла, что дома ждут ее давно, где собрались два соседа, и где об ней идет беседа? Как быть? Татьяна не дитя, старушка молвила кряхтя. Ведь Оленька ее моложе, пристроить девушка ей-ей пора. А что мне делать с ней? Всем наотрез одно и то же, не иду. И все грустит она, да бродит по лесам одна. Не влюблена ли она? В кого же? Буянов сватался отказ, Ивану Петушкову тоже. Гусар Пыхтин гостил у нас. Уж как он-то о нее прельщался, как мелким бесом рассыпался. Я думал, пойдет авось. Куда? И снова дело в розь. Что ж, матушка, зачем же дело стало? В Москву? На ярманку невест. Там слышно много праздных мест. Ох, мой отец, доходу мало. Довольно для одной зимы. Не то уж дам хоть я взаймы.